Доброе утро! Когда мы с вами переезжали в Швецию, я смотрела очень много роликов на YouTube. Все, которые, наверное, были про Швецию, которые я смогла найти, я пересмотрела все. И был ролик про есть ли в Швеции субботники. И там девушка рассказывала, что у них субботников в их форейнинге нет. И мне казалось, что, наверное, так нет везде. Но у нас в нашем форейнинге субботники есть. Я думаю, что, возможно, это зависит от размера форейнинга или, в принципе, от позиции. Потому что, во-первых, если говорить про размер, то у больших форейнингов, на мой взгляд, у них больше финансовых возможностей оплатить другой компании такой вид услуг. У маленьких форейнингов с этим все гораздо, мне кажется, труднее, поскольку, например, у нас форейнинг он просто, например, приветствует, что все виды работ, которые мы можем делать сами, мы делаем сами. Потому что, ну, это очень дорого стоит. А у нас и так большой гифт, потому что у нас всего 5 домов по 4 квартиры. Это 20 квартир. И как бы лишних денег, я так понимаю, что особо нет. Поэтому у нас, например, это вот так. Еще мне кажется, что даже если форейнинг большой, может быть позиция, что, ну, 2 часа на свежем воздухе. Ребят, ну, это просто прекрасно. Давайте потрудимся, давайте как-то поактивничаем и будем здоровее. Поэтому такое тоже, я думаю, что запросто может быть, потому что у нас у друзей форейнинг не маленький. И у них есть субботники. Да, у них, они собираются. И что у них, что у нас после субботника, мы все общаемся. Мы, осенью у нас были сосиски, которые, значит, пока мы общались, мы ели сосиски, мы пили кофе, конфетки. И это довольно приятное времяпрепровождение. Почему нет? Поэтому вот все зависит от конкретного форейнинга. Все довольно индивидуально. Поэтому я верю, что у кого-то, например, нет субботника. Но у нас он есть. И у нас уже второй субботник, на котором мы будем сами участвовать на этой квартире. Был субботник осенью. И происходило это так, что это какой-то выходной день. Все выходят в одно время, назначенное время. И есть список дел, которые нужно сделать. И нам его озвучивают, он написан. И мы смотрим, значит, и можем идти выполнять эти задания, которые там есть. Это заняло где-то часа два, на самом деле. Не так много, но мы привели в порядок нашу территорию вокруг домов. Сейчас, поскольку такое очень неспокойное время в плане коронавируса, форейнинг решил делать не таким же образом стандартным, а написать список, разослать. И каждый в свое свободное время может выполнить какую-то часть из этого списка. В этом списке есть подстрижка кустов, уборка моха, уборка, если где-то все-таки остался гравий, щебень, потом смазывание каких-то маслом деревянных частей наших домов, такие как балки какие-то. Потом, значит, нужно вымыть крыльцо. Крыльцо нужно, по-моему, тоже еще смазать, но не каждое крыльцо, потому что какая-то часть будет краситься. Но там не написано, какая, и я вот этот момент не очень поняла. В общем, там список из 16 пунктов. Смазать петли нужно, замки. И мы уже смазывали сами замок в входной двери в дом, потому что осенью он стал как-то очень плохо работать и заедать, его стало тяжело открывать, а он у нас закрывается на ночь. И мы его тогда смазали, да, и это отлично помогло. И я так понимаю, что вот, видимо, в прошлом году, в прошлой весной его смазывали. И к осени вот пришлось это делать снова. Поэтому сейчас его снова смажем. Потом у нас нужно проверить батарейки в пожарных датчиках, но это уже будет делать сам форейнинг, не жители. Об этом написано. Поскольку я сама не очень многие виды работ умею делать, например, я совершенно не знаю, как нужно подстригать кусты, для меня это просто какая-то загадка. У нас у родителей была дача, но я как бы там сильно не участвовала никогда в деятельности. Поэтому я такой ловотряс, который мало что знает об этом. Но я думаю, что я сегодня хочу пойти и помыть крыльцо. Это я смогу сделать. И смазать петли и замок. Сегодня у нас как раз потеплело по сравнению со вчера, потому что вчера был совсем какой-то дубак. И мыть крыльцо на улице, контактировать с водой, я не очень хотела, потому что у меня потом руки будут не в очень хорошем состоянии после таких видов работ. А сегодня тепло, я думаю, что все будет нормально. Если у меня получится, я возьму вас с собой, покажу наше крыльцо. Вот такой у нас крыльчик. И его нужно бы помыть. Здесь оно довольно грязное. Я не знаю, видно ли на камеру или нет. Ну, например, видно, что тут дети ножками ушаркали, потому что дети лазают по нему. Особенно вот здесь вот. Вот такая прям чумазая-чумазая. Поэтому помоем. Я вернулась домой и хочу поделиться немного тем, как проходил субботник, или часть субботника, вернее говоря. Потому что все мы не сделали. Я помыла только, значит, крыльцо и смазала дверь с замком. Остальные, например, да, когда я вышла, никого не было. Но потом в итоге люди тоже вышли. И вышли они не из-за меня абсолютно. Они меня даже не видели. Вышли, потому что на улице сегодня хорошая погода. И, видимо, это все-таки очень классный мотиватор идти и что-то делать на улице. Потому что если вчера было очень холодно, по-моему, я никого не видела, чтобы кто-то что-то делал. А сегодня клево, солнышко, тепло. И да, это прям классно. Пойти немножко поработать на улице. Пока я мыла, вышла наша соседка, которая пожилая. И она, в общем-то, старается не ходить никуда по магазинам. Но, тем не менее, на субботник что-то поделать, она тоже вышла. И она подстригала кусты. Конечно, мы с ней старались не контактировать близко друг к другу, но мы разговаривали, мы общались и держали расстояние, чтобы это было безопасно. Я все-таки обеспокоена тем, чтобы она не заболела. И она сама этим обеспокоена. Потому что, да, я сегодня себя чувствую хорошо, но где гарантия, что я уже не заболела? Я же не могу об этом знать. И, конечно, поэтому мы старались поддерживать беседу на расстоянии. Были также люди из других домов, которые убирали мох, убирали какие-то еще вещи с дороги, которые как бы земля с мхом и щебнем, которые почему-то вот как-то местами они образовали такие кучки. И вот люди убирали эти вещи. Также кто-то что-то стриг у себя, достали гриль. У нас летом стоит общий гриль на наш фаренинг, на наши 20 квартир. У нас есть гриль-плац, и мы можем туда приходить и грилить. Но на зиму сам гриль убирали, чтобы он не портился. Ну и холодно, никто зимой особо так не стремится там грилить сильно. Поэтому вот сегодня он появился снова на своем месте. Я не знаю, кто, я не видела, как его доставали, но теперь он стоит. И по идее можно идти и жарить мясо. Никаких сосисок или кофе, конечно же, не было, потому что, ну, даже дня-то конкретного для уборки не было. И это просто такое стечение обстоятельств, что сегодня и воскресенье, и тепло, и поэтому многие вышли на улицу для того, чтобы как-то убраться. Но, конечно же, никто этого ничего не организовывал, все работали как бы по отдельности. И да, мы все говорили другу привет, как-то что-то спрашивали, но все это также происходило на расстоянии. Я планирую посмотреть список еще раз, что нужно сделать. И, возможно, еще на неделе, если что-то будет не сделано, что я могу сделать, что я умею делать, то я планирую делить этому время на неделю. Но уже, наверное, не сегодня, потому что солнышко сейчас ушло, и стало довольно так прохладно. Вообще, субботник неплохая тема для соседей, потому что это отличный повод пообщаться. Поделитесь в комментариях, что вы думаете о субботниках, и принимали ли бы вы участие в таких мероприятиях. Всем пока и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова